здравствуйте дорогие друзья меня зовут татьяна сегодня 27 августа 2022 года и по одной из просьб которая по моему прозвучала на моем youtube канале как нибудь показать как я поливаю орхидеи ну были такие целенаправленные видео ролики по поводу полива сегодня будет ролик такой легкий без каких-либо нотации рекомендаций я просто буду делать полив сегодня своих орхидей одной из полочек вот данного стеллажа у нас по-прежнему стоит жара я буду вот так ходить микрофон у меня по моему сломался поэтому звук может гулять туда-сюда уж прошу вас не обессудьте и так у меня сегодня вот моя олеечка как обычно ведро с водой рядом и я наполнила вот такую бутылочку мне нужен просто вот этот распрыскиватель набрала суда водички и добавила несколько капель и пина по инструкции в общем в прогнозе погоды у нас жаркая погода сейчас 30 и выше ни единого дождя можно сказать практически за все лето не считая пары скудных дождиков в мае и вот в начале августа сохнет все кроме того мои орхидеи и застройки и из-за других бытовых разных всяких семейных дел можно сказать у меня беспризорники давайте посмотрим как сегодня живут беспризорники и к нам еще идет похолодание жара немножко схлынет поэтому вот как раз бутылочка с эпином буду опрыскивать орхидейки после полива для того чтобы минимизировать вот это вот изменение погоды на домашних орхидеях это тоже кстати очень сказывается изменится микроклимат как на улице так и внутри помещения поэтому свои растения я подготавливаю весной осенью и вот по предстоящим каким-то ситуациям вот эту орхидейку я уже полила начала полив а потом подумала отдать включу видеокамеру и ну сколько запишу насколько хватит сил потому как процесс это такой довольно таки трудоемкий нужно вынуть каждую орхидейку из своего места да и осмотреть в общем-то я еще и медитирую цветет у меня сейчас вот эта красотка так не вижу бирочку а вот она бирочка это номерной фаленопсис вот если нужно будет то я подпишу ну напишу кому нужно будет название этого растения ну а вообще на своей страничке в яндекс дзене я делаю короткие видеоролики с цветением и обязательно подписываю как называется та или иная орхидея если же конечно названием неизвестные у меня даже есть там целый плейлист в яндекс дзене очень удобно прям на главный моего канала есть разделы куда я помещаю все об орхидеях все других цветах блоговые видео отдельно разделяю и также есть такой плейлист отдельный по цветению с названием обязательно пишу вот так что у этого растения была подмена верхнего слоя грунта возможно ближний план вот и при приближении будет немножко темновато потому как настроила на общий план свою видеокамеру вот и добавила воды вот в такой части от пластиковой бутылки я показывала как-то был лайфхак как быстро и ровно обрезать бутылку и 12 горшки очень прекрасно входят вот в эти бутылочки служат за место тарелочки налила водички вот там ровно на пальчик получается и орхидейка будет прекрасно питаться ей хватит цветение летние из-за жары вот такое не очень обильная три цветочка но тем не менее держится довольно таки долго я не знаю меня здесь работает еще рядышком вентилятор будет ли хорошо вам слышно из-за шума его работы но тем не менее я постараюсь разговаривать погромче и так следующая орхидейка которая еще не прошла процедуру полива хочу показать как она выглядит какие активные корни в росте несмотря на то что период довольно таки жаркий засушливой орхидея растит мощные вот такие корни в это время мне все время задают вопрос ну как вопрос повествуют повествование да скорее что у меня очень влажный воздух в доме но друзья нет сейчас открыты двери окна и конечно же воздух повлажнее но на гигрометре сейчас я даже вам его принесу довольно средние так довольно средние показатели год 44 процента влажности двери окна открыты жарко практически так как и на улице вот с помощью вентиляторов сейчас температура сейчас утро можно сказать и уже 26 с половиной градусов это много много но не критично в общем никогда у меня не бывает высокая влажность потому как у нас частный дом и я уже объясняла повышенная влажность она просто-напросто будет источником развития всяких грибов бактерий ну кто живет в своих частных домах тот знает что повышенная влажность не приветствуется поэтому и я без особой нужды влажность не развожу хотя увлажнитель воздуха у меня имеется ну и в горшке вот такая вот картинка я не привыкла работать удаленно от камеры поэтому немножко буду вот подлавливать саму себя вот здесь также вот такие растущие корни конечно есть и отмершие корни потому как вы знаете этим орхидеям уже четыре года мы с вами с их судьбу наблюдали с момента получения с размера 1 и 7 пересадку делали смотрели за развитием также первое цветение наблюдали в общем эти орхидеи уже со стажем причем выросли они у вас на глазах и вот хочу показать такую картину как немножко такие эти подпорченные корни есть конечно и пустые места подмокают они иногда но вот эти порченные корни они выпускают вполне себе здоровые корни извините меня за руки если что я и в огороде много времени провожу в общем тут не до маникюров сейчас такая у нас горячая пора и на уборку огорода и на заготовке вот таким образом выглядит это орхидея и в горшке много корешков и из горшка смотрите сколько здесь витков здорово не правда я все время любуюсь этой картиной и из горшка вот такие более толстые мощные корни тоже растут в принципе с поливом ничего мудреного нет просто вот так поливаю довожу до того чтобы в горшке кашпо уровень воды был примерно на два пальца ничего страшного если я переборщу и будет выше так как кашпо не прозрачная да я просто потом увижу что верхние корни идущие к шейке растения позеленели а это значит что они напитались влагой подняли ее к растению и увлажнился полностью весь вот этот ком в горшке я прохожу и выливаю лишнюю влагу такого полива хватает на очень долго даже вот при таких экстремальных условиях по данные орхидеи делала целый видеоролик такой он короткий по подмене мха и как можно корни избавить от солей вот эти два корешка как можно видеть они сейчас растут и уже углубились в мох если бы я не сделал данную процедуру то корни скорее всего бы закуклились и посмотрите вот этот тоже корешочек он норовит прямо-таки загнулся туда вниз будет уходить в горшочек пренепременно вот тоже давайте посмотрим что в горшке хочет ли она пить обязательно проверяю бездумно не хожу вот так с лейкой и не поливаю беру каждую в руки и осматриваю обязательно корневой ком что происходит в горшке до орхидея очень просохшая требует полива у нее очень активные кончики корней в самой посадке так вот поближе вам покажу все все корни растущие активные и как я уже вам рассказывала ни в одном своем видеоролике что именно вот хорошая просушка у фаленопсиса она как раз таки активирует рост корней ну и как можно видеть тоже горшок забит корешками и вся основная масса корней она находится в горшке ну и конечно за его пределами вот здесь через сливные отверстия тоже много корней вылезает также убираю ту растюшку и добавляю водички чувствую прям по весу сколько у меня уже рука набита на это дело так ставлю на пол видите орхидеи подросли их уже в принципе можно с этой полки было бы убирать но еще поживут какое-то время я жду когда будет готова моя цветочная комната как раз таки мы этот процесс показываем в наших влоговых видеороликах кому интересно подписывайтесь на яндекс дэн там очень много и часто выходят видеороликов позитивных и всяких разных о нашей жизни вот цветет эта красотка очень красивая орхидея как видите тоже на три цветочка так название так полинопсис смайл смайл подпишу я вам в общем наверное на экранах а эсмаэль фаленопсис смайл не буду доставать с девятнадцатого года она у меня вот здесь на бирочки есть указано я вижу что в кашпо еще присутствует вода видать с прошлого полива но вода не достает до горшка вообще поэтому данные орхидейки я просто подарил водички таким образом вот все на этом весь полив и ограничивается кстати из этого горшка ничего не нужно будет сливать она возьмет вот эту воду и больше воды не потребуется так еще одно растение это фаленопсис вот тоже растение с девятнадцатого года сделала я у него подмену верхнего слоя так не возьму не вонзить бы в корешок и можно видеть растут активно новые корни сейчас поднесу чтобы вам тоже было видно фокус вот много растущих корешочков в общем посмотрим что находится у нас в горшочке и в горшочке у этого растения вот такая картинка в принципе можно сказать все растения находятся в идеальном состоянии можно даже вот так не вынимать и не смотреть каждую ну вам интересно для вас буду делать такие обзорчики время от времени к тому же вот скоротать жару за просмотром таких видеороликов я тоже люблю удовольствием смотрю другие обзор так я наполнила опять личку ведерчик у меня рядышком вот так дома ты красавицы водички так берем следующую это тоже довольно давние орхидея сейчас растет лист кстати сейчас время роста новых листьев многие орхидеи выдают по новинкому листочку этот фаленопсис был посажен с ционом забыла как он называется вот в горшке периодически он высыпается камушки сухие ну и можно посмотреть на корневую систему что она тоже фактически идеально вот хочу сделать отметку что цион подсушивает корневую систему если он присутствует в посадке то необходимо почаще поливать такой вертолет большой и добавляю водички кстати этим летом те орхидеи которые должны были зацвести по какой-то причине дали сбой и не выпустили цветоносцы в этом году все аномально так скажем и весна и лето посмотрим что нам даст осень так достаю следующее растение она компактная сама розетка у него компактная вот но и можно наблюдать корневую систему много воздушных корешков также много корней и в самом горшке воды у него можно сказать достаточно но смотрю сейчас горшок не достает поэтому подливаю водички чтобы горшок достал на один пальчик следующее растение немножко болела поэтому выглядит вот так мелкие листики стали расти но смотрю она поправляется можно было бы пересадить подгнили с одной стороны корешочки и растение наклонилась но она компенсирует корнями другой стороны смотрю посадку здесь вижу грибочек вот он тоненький маленький грибочек и это означает что в посадке влажно нужно будет поработать над орхидейкой маловато у нее корешочков посмотрим что можно с него делать воды добавлять не буду потому как посадка влажная об этом сигнализирует даже грибы и активно растущий мох вот еще одна фаленопис пандоку ну тоже кустом в себе компактный по сорту корни у растения есть вон там их горшке сколько и воды очень мало но корешочки увлажняются за счет того что у растения есть пару активных корней которые достают до воды и посмотрите как они хорошо снабжают посадку водой работают как фитиль очки своим своим образом да так ну что ж добавлю я чуть-чуть водички чтобы весь ком был смочен если что-то потом через денек пройдусь и лишнюю воду просто всю вылью наберу воды в реку следующее растение такое вертолетистое растение много пылятся потому как открыты окна плюс у меня вот здесь прям за стенкой стройка видели сколько у нас там пыли грязи дел в общем за этот сезон я пару раз даже душевала свои растения потому как пройтись по каждому ватным диском не представляется возможным быстрее получается их просто подушевать также мне поступило два вопроса после видеороликов где я показываю увлажненные свои орхидеи и задали вопрос что я типа вроде бы против душевания но тем не менее вот сказала это страшное слово что я душую но видимо кто задал эти вопросы два человека я точно знаю это было видать упустили самые первые ролики в которых я пояснила почему я решила душевать свои орхидеи я там ответила и дала ссылочку где идут мои пояснения и также хочу в этом видеоролике озвучить ответ на эти вопросы у нас очень жаркое лето все лето за 30 градусов аномальное у нас никогда еще такого не было у нас очень сухой воздух владимирская область сухо жарко и к тому же еще идет стройка поэтому еще раз повторяю я прибегла к процедуре душевания взвесив все за и против где за конечно же перетягивали вот это против условия тому благоволят до тепло жарко вот без конца работают вентиляторы все очень быстро высыхает и орхидеям ничего не грозит но когда листовые пластины покрывает толстый слой пыли конечно же это не на пользу к ним сразу же проникает очень мало света растение перестают развиваться корневая система тоже останавливается в общем то я думаю что вы меня поняли вот но и видим корешки да тоже работают как фитиль но из-за того что посмотрите какие в посадке присутствуют воздушные карманы посадка не увлажняется за счет того что корни вот такие фитиля огромные вот так сделаю и посмотрите сколько корней корни растут и в горшок и за горшок это норма это норма нравится вам это или не нравится у орхидей это норма иметь как горшечные корни так и вне горшечные которые растут помимо добавляю водички ну вот и все отправляется она на свое место вот несколько дней тому назад буквально перед отъездом на несколько дней до отдыха я проводила процедуру душевания но вновь опять слой пыли присутствует на листьях сажа печная пыль потолочная просто у нас такая у нас сейчас ситуация вот так что не ищите никакого подвоха в моих словах пишите то что я там изменяю сама себе переобуваюсь насчет того что душевать насчет душевания я поясняла что в моих условиях эта процедура в зимний осенний период когда возникает почему-то в основном да этот вопрос эта процедура опасные я ее не делаю пропадает очень много орхидей это проверено уже годами ну а если же условия позволяют то да почему бы и нет и правильно там кто-то под комментарием написал что татьяна так и говорила ссылаясь на видео павла и никеева где он таки тоже дает такую трактовку что когда польза превышает вред конечно же процедуру можно эту проводить спокойно вот ну и вот такое растение растет у меня в пластиковой такой бутылки мне не очень нравится потому как бутылка очень мягкая стенки бутылки и когда берешь корешочки вот так проминается грунт там двигается орхидеи этого не любят но за неимением горшков посадка была сделана именно в такой имитацию горшка до подобию но тем не менее развивается нормально вот так растет это растение тоже добавляю воды нужно будет пересадить ее обязательно этого так водички на два пальчика как я всегда говорю на два пальчика на пальчик этого вполне достаточно сейчас тепло жарко можно на два пальчика но также важно следить за прогнозом погоды передают похолодание плюс дожди так что главное не переборщить потому как повышенная влажность будет от в атмосфере и растение не сможет поглотить всю влагу которую я даю и застой влаги может привести к потере корневой системы это нужно все четко понимать сопоставлять и действовать на опережение так ну вот убираю на место растушку я не особо заморачиваюсь чтоб прямо на то же самое место поставить растение но тем не менее сильно их не тасую растения привыкают каждая клетка на листочке это глаз который видит и воспринимает свет так дальше не показала корневую в общем вот эту воздушную корневую прекрасную мы все видим растение тоже немножко болела пятнистостью ну вот пожалуйста после лечения вот я могу показать вот такие пятна на листьях были но после лечения растут уже здоровые листья я все это показывала есть отдельные целенаправленные видеоролики вот здесь вообще все давным-давно просохла корней масса ну они незамедлительно требует полива так что сейчас я ей оформлю водички так некрасиво вам там повернула водички наливаю ну вот так все ситуация исправлена молодец стойка дождалась и вот она она полу да здесь у нас живет анаконда вот такое не слабое растение анаконда это будущий вертолет так скажем любящая влагу и не очень хорошо переносящие засушливые периоды поэтому я стараюсь держать ее повлажнее и еще она мне не не отличается обилием корешков но сейчас сезон роста активного роста корней поэтому вот корешочки поперли но посадочку пересадочку бы я ей устроил бы и посадочку изменила вот ну а так корни есть вот они растут в воде достает она но тем не менее воды ей добавить еще нужно смотрю что у нее здесь коры практически нет как-то я так посадила нужно будет пересмотреть в ближайшее время займусь так что приходите на видеоролики по пересадке мне есть чем заняться сейчас немножко буду посвободнее вдруг придут дожди поэтому в огороде дожди немножко развяжут руки по поливу и по работе в огороде убираю всех практически по своим местам сейчас здесь тоже растения которые стояли в первом ряду поставлю на свои места и надеюсь что вы приятно провели время на моем канале смотрю 27 минут натикало возможно я что тут какие-то неудачи вырежу были и падения но тем не менее я надеюсь что вы прекрасно провели время со мной почерпнули какие-то интересные очень ненужные знания благодарю вас за просмотр обязательно ставьте лайки не забывайте пожалуйста про лайки мне приятно вам не сложно позволяет продвигать канал и больше людей узнают много полезной информации с вами была татьяна до новых встреч ну и конечно же вот прибрала всех на полочку и так и пинчиком подготовлю их к изменению погоды слегка друзья чтобы ничего не лилось никуда в розетке слегка я люблю мелкие распылители потому они вот такую делают мелкую как бы изморозь и никуда ничего не затекает вот ну и рядом к тому же стоит вентилятор и пока что еще температура погода позволяет все будет в лучшем виде так орхидей киполит и оформлены и заход сейчас буду делать на другую полочку если хотите еще такой один видеоролик уже с другой полочки полив вот этих растений то напишите мне в комментариях я с удовольствием для вас сделаю этот обзор и мы еще немножко побеседуем посмотрим как отреагировали орхидеи на мое отсутствие